Редький Николай Ефимович, командир саперного взвода 30-го гвардейского саперного батальона 26-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии. Лейтенант. Родился 19 декабря 1907 года в поселке Минеральные воды, ныне город в Ставропольском крае, в семье железнодорожника. На следующий год семья переехала в город Екатеринодар. Здесь Николай Редькин вырос, начал трудовую деятельность на кирпичном заводе коммунстроя рабочим. Затем был помощником кочегара, грузчиком на железной дороге. Одновременно окончил школу рабочей молодежи и в 1932 году Кубанский сельскохозяйственный институт. В январе 1932 года поступил в аспирантуру Всесоюзного института табака и махорки в городе Краснодаре. По окончанию аспирантуры в марте 1936 года работал старшим научным сотрудником отдела агротехники и химизации, заместителем директора Абхазской зональной станции по научной работе в городе Сухуми. В 1941 году призван в ряды Красной армии сухумским ГВК Абхазской АССР. В 1942 году окончил высшую военно-инженерную школу. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1942 года сражался на Закавказском, Северокавказском, Прибалтийском, Первом Прибалтийском, Третьем Белорусском фронтах. Командир саперного взвода 30-го гвардейского саперного батальона 26-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии лейтенант Николай Редькин особо отличился при освобождении Минской области Белоруссии. 30 июня 1944 года южнее города Борисова веренный офицеру Редькину взвод саперов под ураганным огнем неприятеля навел паромную переправу через реку Березино, чем содействовал быстрому форсированию реки частями 26-й гвардейской стрелковой дивизии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий, командования на фронте, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленный при этом мужество и героизм, гвардия лейтенанту Редькину присвоена звание Героя Советского Союза. С 1946 года капитан Редькин в запасе. Жил в Краснодаре, работал в Кубанском сельскохозяйственном институте заведующим кафедрой почвоведения, деканом кафедры агрономического факультета, депутат Верховного Совета РСФСР третьего созыва, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Умер 3 января 1985 года, похоронен на Славянском кладбище Краснодара, награжден орденом Ленина, медалью Золотая звезда, орденами Октябрьской революции и Трудового красного знамени, медалями. В Краснодаре на доме, в котором жил герой, установлена мемориальная доска.